Как и положено, на большом спортивном празднике открывал веселые старты парад юных мажореток. Эти веселые старты уже четвертые по счету в Березняковском. Поселенческие власти уделяют большое внимание развитию культуры, спорта и молодежной политики. Сегодня соревнуются дети, а осенью на день поселения соревнуются целыми семьями. И это уже местная традиция. За звание сильных, ловких и смелых в этот раз соревновались три команды, представляющие детские сады Березняков, Бужанинова и Сваткова. Один раз в год мы проводим по итогам. Это как бы идет в плане совершенствования работы по спортивным мероприятиям дошкольных учреждений. И, конечно, это очень стимулирует как самих детей, чтобы развивать свои физические качества, а также и работу воспитателей в спортивном направлении. Физкульт приветом всем, друзья, пришли на праздник, мы не зря. Для здоровья поддержания проведем соревнования. Нам полезно, без сомнения, все, что связано с сближением. Вот поэтому, ребятки, выходите на занятку. Воспитатели и педагоги таким образом подсказывают родителям, что развитие ребенка должно быть всесторонним. Чтобы не получалось, что углубляя сын или дочь в иностранные языки, папа и мама попросту забывали об укреплении тела и здоровья ребенка в целом. Спортивные эстафеты. Дети соревнуются в ловкости, скорости, находчивости. И, в первую очередь, это праздник. Целью мы ставим себе организовать детей, как-то привить любовь к спорту, чувство локтя. В проведении веселых соревнований всегда помогает сельский дом культуры юности, Березняках и администрация поселения, за что педагоги говорят большое спасибо. А по эмоциям детей можно было судить, что спортивный праздник удался, и мальчишкам и девчонкам понравился. Мы очень рады приветствовать их, и так как мы являемся членами жюри, будем оценивать их по большим баллам, потому что участие в спорте – это, в первую очередь, здоровье. Дети должны коллективно участвовать в этих соревнованиях, значит, победить должна дружба. Для всех команд были приготовлены подарки со спортивным смыслом, конечно, наборы настольного хоккея и медали. Наталья Артемова, Адзим Магомедов, День города.